Девушки отдыхают Плохое в этом французском создании А как же иначе укоренившийся в наших мозгах стереотип заставляет думать Что французы при всем уважении к ним не могут делать настоящие внедорожники Разве что гламурные паркетники для города Но не тут-то было В случае с Renault Kaleos такие заявления просто неуместны Просто люди, живущие стереотипами, перестают мыслить логически Как может быть Kaleos хуже, например, Nissan X-Trail Если по сути это один и тот же автомобиль И вся разница между ними заключается в ином дизайне А вся техническая подноготная не просто схожа Она практически взаимозаменяема А еще я склоняюсь к тому, что Kaleos не такой уж паркетник Свесы, привод Эта машина способна и на рыбалку свозить И на гору забраться ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как я уже упоминал, Kaleos сходен конструктивно с X-Trail Соответственно, логично предположить, что он не менее надежен И не отстанет от собрата по возможности преодолевать бездорожье А вот по цене он дешевле Наверное, самое выгодное на сегодня предложение на рынке Неплохой вариант как для парня, так и для девушки Сразу отметим, что этот автомобиль является двоюродным братом Уже покинувшего конвейер Ниссана Последнее поколение совсем иное Салон Kaleos выполнен скромно, но добротно При этом его дизайн несколько необычен Он не похож ни на азиатские, ни на европейские вариации От аналогичных автомобилей конкурентов Будем считать, что это француз чистейшей воды На заднем диване достаточно просторно Багажник тоже не подведет Тут можно спать, практически не сворачиваясь в клубочек Как и положено в обилии всевозможные ящички и кармашки Достойен уважения перчаточный ящик При наличии подушечки в длительном путешествии Он может служить домиком, любимому терьеру Причем последний не получит клаустрофобии вследствие поездки Недавно мы путешествовали на новом X-Trails дизелем Который потряс своей экономичностью Kaleos тоже дизельный, но потребляет куда больше топлива Опять же это логично, ведь данный автомобиль имеет мотор, которому уже лет и лет Хотя надо признать, что он доработан и хорош по динамике и мощности 170 сил К тому же, если у нового Nissan он 1,6 литровый, то у Kaleos 2 литровый Ну и автомат тоже не способствует экономии Реальный расход порядка 10 литров в смешанном цикле Но есть у этого агрегата несомненный плюс Пусть он и не самый экономный, зато проверен временем Да и к качеству топлива не очень прихотлив В отличии от новейших моторов Для любителей съезжать с асфальта французы приготовили фарш Из уже знакомой всем джиперам ниссановской электрофрикционной муфты полного привода Управляемой компьютером Муфта может работать в трех режимах В зависимости от условий движения Передний привод Подключаемый полный привод Управляемый электронными мозгами И постоянный полный привод ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что можно сказать о предназначении Рено Калеос? Пожалуй, внедорожником его, если и назовешь, то с натяжкой Но и простой городской кроссовер он явно перерос Он имеет интересную внешность На любителя А также неплохие внедорожные характеристики И удобный салон Что самое главное Сегодня самая мощная дизельная версия С автоматом и богатой комплектацией Обойдется даже дешевле, чем оставшийся на складах Квадратный X-Trail с дизелем Но на механике Киа Спортэйдж Тойота РАВ4 Забудьте, они сегодня куда дороже Более того, даже древний Санг Йонг Кайрон Получается не намного дешевле Так что следите не только за девальвацией Но и за акциями Сейчас именно то время, когда японец Может быть дешевле корейца А китаец может оказаться по цене француза Редактор субтитров А.Семкин